Нарине Абгарян Но расстроились все Муж Мелани был душой компании и общим любимцем Жил он широко и безудержно, в тратах себя не ограничивал Ел, словно в последний раз, пил так, будто на завтра Утвердят сухой закон и впредь за спиртное будет полагаться смертная казнь Потому завтракал Симон вином для бодрости Обедал тутовкой от изжоги, ужинал кизиловкой, чтобы крепко спалось Несмотря на царящие в Берде пуританские нравы В интрижках он себе не отказывал Любил женщин самозабвенно и на износ Очаровывался с наскока, ревновал и боготворил На излете отношений обязательно дарил какое-нибудь недорогое, но красивое украшение Расставаться нужно так, чтобы баба, встретившись с тобой на улице, не прожгла плевком Учил он друзей Друзья отшучивались и, намекая на его любвеобильность, дразнили джантельменом От слова «джан» — душа моя Мелания по молодости устраивала мужу сцены ревности Но с годами научилась смотреть на его похождения сквозь пальцы И все же иногда, чтобы не слишком зарывался Закатывала скандалы с битьем тарелок и чашек, которые заранее откладывала из щербатых, предназначенных на выброс Симон наблюдал с нескрываемым восхищением, как жена мечется по дому, грохая об полпосуду «Иш!» — комментировал, подметая потом осколки Пока он прибирался, Мелания курила на веранде, стряхивая пепел в парадные туфли мужа Жили, в общем, душа в душу Симон умер накануне своего 79-летия Абсолютно здоровым и бодрым Плотно поужинав и опрокинув от бессонницы стопочку кизиловки, он уснул в привычное время А утром не смог подняться с постели Вызванная скорая диагностировала инсульт Но до больницы не довезли Симон умер, когда машина выезжала со двора Выдали его семье к утру следующего дня Одетым в шерстяной костюм и белоснежную рубашку Тщательно побритым и причесанным на идеально ровный пробор Столь нарядного усопшего не стыдно было бы в гроб положить и предъявить общественности Если бы не багровые в синюшный перелив уши, портящие представительный вид Молодой патологоанатом, предвосхищая вопросы родственников, пояснил, что подобное случается с людьми, умершими от инсульта «И как же нам быть?» — прослезилась Мелания «Хоронить!» — сухо бросил патологоанатом, которому явно было не до сантиментов Мелания долго раздумывала, как придать покойному приличный вид От предложения старшей невестке замазать уши тональным кремом, сердито отмахнулась «Не дам из своего мужа меймона делать» Обозвав бессовестной, выставила вон младшую, предложившую повязать ему косынку Средней невестке не дала даже рта раскрыть Все одно толкового не скажет Ничего в итоге не придумав, она понадеялась на тактичность земляков и решила оставить все как есть Перепоручила невесткам хлопоты по поминальному столу Переоделась в темное и подчеркнуто скромное И уселась в изголовье гроба, вознамерившись провести в скорбном молчании два дня Но надежды на тактичность земляков не оправдались При виде покойного они, позабыв о словах сочувствия, первым делом справлялись «Почему у него такие вызывающие синие уши?» Милане вынуждена была, прерывая молчание, обстоятельно им отвечать Мужчины обескураженно цокали языком Женщины сразу же предлагали что-нибудь предпринять «Да что тут предпримешь?» — вздыхала Милане «Ну, хоть что-нибудь упорствовали женщины, сыпля на перебой идиотскими предложениями Как-то приложить к ушам листья подорожника, нарисовать йодную сетку, облепить перебродившим тестом, желательно холодным, чтобы наверняка» Мужчины в ответ крутили пальцем у виска, едко любопытствуя «Как вообще можно помочь тому, кому ничем уже не поможешь?» Цитата из «Идиота о красоте, которой суждено спасти мир», неосмотрительно приведенная учителем литературы Офелия Брацумовна вызвала в мужском лагере бесцеремонные смешки и вполне разумный довод, что красотой покойника не оживишь «Зато приятно будет на него смотреть», — не сдавался женский лагерь Обстановка неуклонно накалялась, превращая церемонию прощания в перепалку Траурный тон мероприятию вернула новоиспеченная вдова Поднявшись со своего места и торжественным шагом направившись к буфету Она со скрипом его отварила, вытащила тяжеленную супницу и со значением грохнула ее об пол Женщины моментально вспомнив, за каким делом явились, дружно заголосили Мужчины вышли во двор перекурить Мелания, довольная, произведенным эффектом, снова уселась в изголовье гроба Потихоньку стали подтягиваться бывшие пассии Симона Расфуфыренные, словно на пасхальную службу Первой явилась сев Мушиган София В кардигане цвета топленого масла и с фальшивым жемчугом на дряблой шее Следом заглянула Тивасанс Элиза Сыновья Элизы давно перебрались во Фресно Потому она пришла во всем американском Платье, туфлях, даже сумка и помада цвета пыльной розы И те были заграничные О чем она не применула сообщить, устраиваясь по правую руку от вдовы Мелания повела носом и поморщилась Пахла Элиза нестерпимо сладкими духами Передушилась, ага Виновато шепнула та и уверила, что терпеть придется недолго Духи, в отличие от всего остального, не американские Потому быстро выветрятся Из далекого Эчмиадзина приехала бачканс Сусанна И в один миг взбесила публику литературной речью Высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями И подобранными в частую складочку узкими губами Высокомерно вздернутыми тонко выщипанными бровями И подобранными в частую складочку узкими губами Ей тут же со злорадством припомнили хромоногую безграмотную мать и отца-оборванца Сусанна вернула брови на законное место И, расслабив узел рта, перешла на диалект Чем сразу же снискала благосклонное к себе расположение Последней пришла вдовая Сильвия Удачно выдавшая дочь замуж в Россию Невзирая на октябрьскую теплынь Она явилась в полушубке из чернобурки и бирюзовой фетровой шляпе Встав к окну спиной, чтобы дневной свет не ложился на упавшее лицо Но зато выгодно подчеркивал богатство гардероба Она, делая многозначительные проникновенные паузы Прочитала печальные стихи о разлуке Поэзия стала последней каплей Бесцеремонно подвинув чернобурку, Мелания ушла к себе Переоделась в маркизетовую блузку И длинную, выгодно подчеркивающую ее худощавую фигуру юбку Заколола волосы бабушкиным черепаховым гребнем От искушения воткнуть в узел антикварные вязальные спицы и слоновые кости С сожалению, отказалась Зато напудрилась и подкрасила губы Не сидеть же ей среди этих расфуфыренных куриц неухоженной быдрой К тому времени, когда она вернулась, публика значительно поредела Остались самые стойкие Родственники, бывшие коллеги мужа, пассии, все И подслеповатая старая котинка, кажется, намеренно позабытая своими детьми Именно она и предложила смазать уши покойного растопленным утиным жиром Мол, вреда все одно не будет, а вот польза может приключиться Ведь знахарка Пирус вполне успешно лечила утиным жиром не только синяки и ушибы Но даже переломы Не хородить же его синеухим, дочка Прошамкала котинка, утирая слезы краем передника Милане хотела было возразить, что покойному без разницы, какого цвета у него уши Но поймав боковым зрением шевеление бровей бочканс Сусанны, передумала Поводы злорадствовать она ей не даст Несите утиный жир, скомандовала вдова Главное наложить сверху компрессы с камфорным маслом Так знахарка делала Сыпала инструкциями котинка, следя за тем, чтобы камфоры не переложили Иначе, пояснила она, могут случиться судороги Но ему-то судороги не грозят, отмахнулась невестка Милане Откуда вот ты можешь знать, стопоршилась старая котинка И вообще, вместо того, чтобы языком молоть, ты бы лучше охладила утиный жир до комнатной температуры Почему именно до комнатной? Полюбопытствовала вдовая Сильвия, отмахиваясь журналом В полушубке и шляпе ей было нестерпимо жарко Но на предложение раздеться она отвечала неизменным отказом «Как почему?» — сплеснула руками котинка «Чтобы не обжечь покойному кожу!» Сильвия, обменявшись ошалелыми взглядами с невесткой Милане Булькнула нечленораздельное и притихла К тому времени, когда у детей котинки проснулась совесть И они наконец-то явились за своей матерью Головы Симона украшали большие беспроводные наушники Отжатые со скандалом у младшего правнука Наушники надежно фиксировали компрессы с камфорным маслом Несмотря на неловкость ситуации Покойный выглядел вполне умиротворенным и даже счастливым Вокруг гроба расселись вдова и бывшие пассии Потягивали домашнее вино И разгоряченные то ли спиртным, то ли беспомощным видом Симона Откровенничали за жизнь Вдовая Сильвия, сдвинув на затылок фетровую шляпу И выставив на обозрение сотоварок почти лысую голову Жаловалась на поредевшие волосы Софья, сняв фальшивый жемчуг и оттянув ворот водолазки Демонстрировала некрасивый шрам, оставшийся после операции на щитовидке Элиза с горечью призналась, что сыновья, вознамерившись Открыть свое дело и понабрав кредитов Еле сводят концы с концами И потому вся ее одежда приобретена не в приличном магазине А в секонд-хенде, чуть ли не на развес Сусанна же с упоением жаловалась на высокомерную городскую свекровь Старая Грымза попрекает меня деревенским происхождением А сама рюкзак называет лукзагом Обмажь ей уши утиным жиром Вдруг подобреет Посоветовала Милане под общий смех Изредка кто-то из женщин заглядывал под наушники И сообщал остальным, что толку от утиного жира ноль Неужели вы надеялись, что толк будет? Каждый раз осведомлялась Софья И с удовлетворением, выслушав заверение в обратном Разливала по бокалам новую порцию вина Кулон Запах моря был таким настойчивым Что вдовая Сильвия проснулась с ощущением Будто оно плещется у нее под окнами Она перевернулась на бок Подогнула ноги Тщательно накрылась одеялом И пролежала так несколько минут Не размыкая век и дыша полной грудью Форточка, уступив натиску стеклянного зимнего ветра Приоткрылась и впустила в дом Солоноватый дух морозного ущелья Тот метался по комнатам Крупным бестолковым щенком Бился башкой от дверные косяки Застревал под тахтой креслами Путался в тяжелых шторах Воевал с бахромой диванных подушек Сильвия прислушивалась к его возне Блаженно улыбаясь Хорошо Тем не менее вскоре она поднялась Пробежалась босая ежась от холода Под ощатым полам Плотно прикрыла форточку Не давая ей поддетой порывом ветра Захлопнуться и наделать шума Одевалась настороженно Прислушиваясь к тишине Подошла на цыпочках к комнате дочери Прижалась ухом Удовлетворенно кивнула Спят Время двигалось к семи утра Ночь неохотно отступала Влача темный подол своего одеяния Но и день с приходом не особо спешил Ограничившись лишь тем Что лениво притушил и без того Неяркое свечение звезд Да передвинул к краю горизонта Блеклую четвертушку луны Было зябко и непрекаянно Там и сям Нехотя черкнув Сразу же притихли воробьи Молчали дворовые собаки А петухи, успев Откукарекать по третьему кругу Своё ежеутреннее приветствие С чувством исполненного Долго Отдыхали Вдовая Сильвия вспомнила Петуха из своего детства Невольно фыркнула Тот был до того заполошным Что изводил криком всю округу Иногда, чтоб немного угомонить Дед смазывал ему под хвостом Солидолом Ничего не подозревающий петух Взлетал на чистокол Вознамереваясь в очередной раз Сотрясти окрестные дворы Торжествующим криком Набирал полный лёгкий воздуха Однако терпел фиаско Не встретив сопротивления Воздух беспрепятственно Выходил через задний проход Обрывая в зародыши Его кукареку Сделав несколько неудачных попыток Крикнуть Петух сползал с чистокола И плёлся по двору Топорщись перьями на затылке И уныло свесив Пёстрые крылья Весь его облик Скособоченный клюв Сокрушённый взгляд Неуверенная поступь Свидетельствовал О глубоком недоумении И неподдельном потрясении «И что теперь так и будет?» Будто бы жаловался он Едва слышно бухтя себе под нос Сильвия не помнила, что стало с ним потом То ли зарезали, то ли продали Но крик его пустопорожный Торжествующий До сих пор звучал в ушах Прочитав над водой коротенькую молитву И поблагодарив Бога за новый день Вдовая Сильвия тщательно умылась Этой церемонии её научила Глубоко уважающая И неукоснительно чтящая Народные традиции Бабушка В своё время она даже умудрилась Подстроить под них Весь свой быт К примеру, заметив, что пёс задрал голову И обеспокоенно обнюхивает воздух Она, ничуть не сомневаясь Что дело движется к дождю Спешила убрать вывешенное На просушку бельё Если глаза бесцельно замирали На каком-нибудь предмете Тотчас застилала обеденный стол Свежей скатертью И, проверив запасы сладкого Садилась молоть кофе Ведь ни для кого не секрет Что застывший взгляд К нежданным гостям Путником она неизменно Подкладывала в вещи Узелок с горсточкой огородной земли Чтобы они благополучно Вернулись домой Никогда не передавала Из рук в руки чеснок Потому что это могло Навредить здоровью того, Кто его просил Не делала уборку на ночь Чтобы не расстраивать Домашних духов Она искренне верила в них И непременно оставляла На чайном блюдце угощения К примеру, карамельные конфеты Фантики, которых она Обязательно приоткрывала Но полностью не разворачивала Тем самым облегчая работу И в то же время Уважая желания духов Захотят угоститься Сами дальше справятся Сильвия по молодости Относившаяся с иронией К привычкам старшего поколения С возрастом Сама в них поверила И нет-нет Да и ловила себя на том Что в торе бабушки Старается переделать Всю работу по дому До субботнего полудня Оставляя свободным вечер И последующее воскресенье Или же помня о том Что в народе Понедельник считают Недобрым для начинаний днем Старалась ничего В этот день не планировать А засеивать огород Принималась во вторник Самый благоприятный Для этого день Анна, дочь вдовой Сильвии Мирилась с привычками матери А вот зять Не вытерпев Иногда подтрунивал над тещей Впрочем, делал он это До того смешно и по-доброму Что Сильвия не обижалась Молодой, еще наивный Жизни не понимает Нарезонное замечание зятя Что к тридцати пяти годам Вполне уже можно Кое-что в жизни понимать Она снисходительно цокала языком Кое-что — это не все Рано посидевшая И растратившая былую красоту Себя вдовая Сильвия Невзирая на, в общем-то Небольшой возраст Пятьдесят два года Прочно записала в старухе И мягко, но решительно Отметала любые попытки близких Убедить ее в обратном Рождение долгожданного внука Окончательно укрепило ее В убеждении Что лучшие времена Остались позади Сразу же оформив на работе Бессрочный отпуск Она с радостным облегчением Переключилась с бухгалтерских расчетов На благословенные заботы бабушки С первого же дня Привязавшись к младенцу С той самоотверженной преданностью На которую способны только люди Всю жизнь промечтавшие О беззаветной любви И, наконец-то, ее заполучившие Анна, не считаясь С настоятельными советами Воронежских врачей Приняла решение рожать в Берде Мне только у мамы будет спокойно Отмела она все их доводы Муж ее решение поддержал Но компания, где он работал Требовала постоянного его присутствия Поэтому выбраться к семье Он смог только к родам Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...